Утром уехать не могут, опаздывают на работу. Галина Андреевна живет в частном секторе Покровки, недалеко от остановки Желябова. Через этот микрорайон ходит только один городской маршрут, 32-й. Однако ехать на нем почти невозможно. Ждать автобус на остановке приходится чуть ли не час, а иногда и больше. И такая проблема у многих жителей Покровки. Машины есть далеко не у всех. У Марины Копсяевой дочь учится в другом районе. Без опозданий приехать на занятия просто не получается. Приходится идти пешком на другую остановку или заказывать такси. Не дождаться его ни по утрам, ни вечерам. То есть уехать вообще проблематично. Ребенок занимается на свободном техникуме. Утром в 8 часов уже нужно быть там. Автобус приезжает, ну, ходит раз в полчаса, там, 40 минут. Не дождаться вообще. Приезжает, если то, битком. А вечером, ну, просто не уехать после 9 вечера. Обидно, что как бы... Ну, все считают, что здесь одни бабушки живут, там, никуда ездить не надо, хотя молодых людей здесь очень много. Сегодня мы и сами решили попробовать уехать на 32-м автобусе из Покровки. Ждать пришлось около получаса. При этом спрятаться от дождя, снега и ветра на остановке Желябова в сторону центра не получится. Крытого сооружения там нет, только одинокостоящая лавочка. А вот пассажиры рассказали, что никаких проблем раньше с 32-м автобусом не возникало. Он ходил регулярно. 32-й меньше стало намного. Сколько приходится ждать примерно? Ну, 32-й бывает, что минут 20 выходит, что приходится ждать. 11-й чаще, а может и больше. Они очень часто ходили. Просто не надо было подолгу стоять. А сейчас вот наступит зима, и вообще проблемы начнутся. О перебоях в работе общественного транспорта говорят и водители. Экипажей просто не хватает, жалуются шоферы. У перевозчиков кадровый голод. Водителей не хватает, и все. Не хватает водителей? Да, да. А с чем связано то, что люди увольняются, говорят, на чему? Ну, не знают. А автобусов вообще достаточно на линии? Автобусов достаточно на линии? Ну, три автобуса сегодня. В департаменте транспорта нам сегодня эту информацию подтвердили. У перевозчика, который обслуживает 32-й маршрут, не хватает водителей. Действительно, у нас сейчас самая основная проблема – это 32-й маршрут. Значит, на маршруте иногда работает в пределах 3-4 маршрут. Сегодня, буквально, в смысле, приглашал перевозчиков, проводил с ними определенную работу. Говорят они то, что не хватает у них водителей. Но это, как говорится, не оправдывает их, потому что они подписали муниципальный контракт, и в любом случае они должны исполнять требования, подписанные в контракте. Поэтому за неудовлетворительную работу он уже два раза привлекался к административной ответственности. Но вот обещает в течение недели, десяти дней наладить выпуск и привести все в соответствие. К сожалению, это проблема у всех перевозчиков. Есть подвижной состав, но нету водителей и кондукторов. То есть самих автобусов у частных перевозчиков достаточно. На них просто некому работать. Однако перебой случается и у муниципальных организаций. Одна из таких обслуживает 49-й маршрут из Ветлужанки до кардиологического центра. Красноярцы рассказали, что порой и его приходится ждать по 30 минут. Как говорит кондуктор с этого маршрута, проблема в странном расписании. Ломаются машины сильно, редко часто. И за расписание еще. Потому что расписание делают не такое, как это, как надо. А что конкретно не так с расписанием? Например, мы встаем на обед, а 4 машины на обеде стоят на одной конечке, 4 машины на другой конечке стоят. Интервал получается большой. Перебои с автобусами – проблема для Красноярска не новая. Но особенно сильно она обострилась в межсезонье. В начале недели мокрый снег буквально парализовал движение в городе. Пробки доходили до 7-9 баллов. А из-за двинувшихся интервалов поездка на общественном транспорте до работы или учебы превратилась в настоящее испытание. Автобусы были переполнены. Однако, как говорят в департаменте транспорта, весь подвижной состав они к зиме подготовили. Теперь очередь красноярских водителей. Уже сейчас специалисты настоятельно рекомендуют сменить летнюю резину на зимнюю. Игорь Шишкин, Артем Мячин. Новости ТВК.